Детская библиотека номер 9 округа Майская Горка представляет Джоэль Чандлер Харрис известный американский писатель, который прославился как автор знаменитых сказок для детей. Сказки дядюшки Римуса – это собирательное название ряда историй, основанных на фольклоре южноамериканских рабов. Дядюшка Римус – это пожилой мужчина, который рассказывает вечерами сказки маленькому мальчику Джоэлю. Это история о братце-кролике и братце-лисе, и об их друзьях – братце-еноте, матушке-корове, братце-медведе, братце-апоссуме, матушке-мидоус и многих других животных. Увлекательные и мудрые сказки сдружили старика и ребенка, перенося их в волшебный мир фантазии. Давайте мы с вами послушаем одну из этих сказок. Джоэль Харрис – братец-лис и братец-кролик Джоэль, Джоэль, заходи! Давно я тебя не видел. Дядюшка Римус, расскажи сказку про братца-кролика, с которым никто-никто не мог тягаться в хитрости, и даже старый лис. Ну ладно, Джоэль, слушай. Братец-лис давно хотел поймать братца-кролика, и на этот раз он вышел из дому в отличном настроении. Он уже придумал, как он это сделает. Сначала братец-лис набрал смолы и слепил из нее человечка – смоленое чучелка. Потом взял это чучелка и посадил в большой дороге, а сам спрятался под хуст. Только спрятался, глядь, идет по дороге в прискочку братец-кролик. Скок-поскок, скок-поскок. Доброе утро, говорит кролик. Чучелка молчит, а лис лежит тихо. Рассердился братец-кролик. Сейчас же сними шляпу и поздоровайся, а то я с тобой разделаюсь по-свойски. А чучелка молчит. Отскочил кролик назад, размахнулся. Да как! Стукнет чучелка в голову кулаком. Кулак прилип, никак не оторвешь его. Смола держит крепко. Отпусти сейчас же, а не то ударю, сказал братец-кролик и стукнул чучелка другой рукой. И это прилипло. А чучелка не гу-гу, а братец-лис, он тихо лежит. Отпусти, сказал кролик, не то тебе все кости переломаю. Но чучелка и на это ничего не сказала. Тогда братец-кролик размахнулся и ударил его ногами. И ноги прилипли. Если не пустишь, я буду бодаться, закричал кролик и боднул чучелка. И голова прилипла. Тут-то братец-лис и выскочил из кустов. И ну кататься по земле, ну хохотать. Что же ты это не здороваешься со мной, братец-кролик? Придется тебе подождать, пока я разожгу костер. Потому что я, конечно, зажарю тебя сегодня, братец-кролик. Делай со мной что хочешь, братец-лис. Только, пожалуйста, не бросай меня в колючий терновник. Лис перестал собирать хворост и задумался. А, придумал. Лучше я повешу тебя, сказал он. Вешай, вешай, как хочешь, высоко или низко. Только, пожалуйста, не бросай меня в колючий терновник. Еще больше задумался братец-лис. Ну, говорит, раз ты этого так боишься, как раз и брошу тебя в терновник. Схватил кролика за уши. Да как, тряхнет. Отклеилась чучелка и упала. Размахнулся братец-лис. Да как, бросит кролика в середину тернового куста. Даже треск пошел. Глядь, а братец-кролик уже сидит на пригорке и кричит оттуда. Э-э, терновый куст, мой дом родной, братец-лис. Терновый куст, мой дом родной. Понял тогда лис, что остался в дураках. Конец. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»